Ну что ж, еще раз добрый вечер. Мы начинаем семинар на тему импорт данных из файлов формата CSV в базу данных Microsoft Access. Тема небольшая и не сказать, что очень сложная, но любопытна, потому что на практике мы с этим достаточно часто сталкиваемся. Дело в том, что формат CSV очень популярный формат для обмена информацией между разными программами, между разными платформами. И эти данные представляют из себя табличный вид. С такого типа информации у нас как раз работает и база данных Microsoft Access. Какие здесь особенности, сложности при импорте возникают, мы как раз, думаю, за наши семинары посмотрим. Ну и, возможно, заморкнемся на какие-то задачи более сложные, обсудим хотя бы общие возможности автоматизации подобных операций. Такой план на сегодняшнее мероприятие. Во-первых, мы с вами обсудим, что из себя представляют файлы формата CSV и как их можно информацию переносить в базу данных Access. Ну и, кроме того, посмотрим особенности настроек импорта в Microsoft Access, а также обсудим возможность какой-то простой начальной автоматизации данного процесса импорта. Если же возникли идеи более сложные, то как минимум обсудить это всегда можно. Ну и я не представился, зовут меня Завьяов Андрей Николаевич, я преподаватель Центра Специалистов и как раз специализируюсь на офисном пакете, на не только использование его в качестве пользователя, но и для как раз разработок, автоматизации. А значит, это тема, о которой мне тоже очень близка, и постоянно с этим приходится сталкиваться и в своей практике, и видеть, как этим занимаются люди в различных организациях. Ну, давайте по порядку. У меня папка, в которой лежит несколько файлов, имеющих как раз тот самый формат CSV. Если посмотреть на них, то складывается обманчивое впечатление, что это Excel-файлы. Вот хочу сразу развеять это заблуждение. Многие упорно считают, что это Excel, и значит, надо работать с ними, как с Excel. А на самом деле, я не знаю, почему Excel считает на всех случаях это своим родным форматом. Просто это информация, имеющая табличный вид, и Excel, в общем-то, эти файлы без проблем открывает. Если попробовать открыть файл, вот у меня сотрудники, например, двойным счетчиком. Да, у меня по умолчанию откроется Excel и покажет некую вот такую информацию. В учебных примерах у меня специально очень маленькие таблички, чтобы не тратить время на их загрузку. Реально такие файлы могут быть на много тысяч строк. Все зависит от того, откуда вам поступили такие данные. Но хочу сразу сказать, что на самом деле файлы формата CSV – это текстовые файлы без всяких форматирований, без всяких настроек. Поэтому открывать их можно любым самым простейшим текстовым редактором. А в этом плане мне больше всего нравится самый простейший стандартный блокнот. Если я правым щелчком вызвал команду «Открыть с помощью блокнота», то вот я вижу то же самое содержимое. Но только не в Excel, а прямо здесь в окошке блокнота. Без переноса, если это показывать, то вот, пожалуйста, у меня все это здесь вот так выглядит. Вот давайте обсудим поэтому для начала формат файлов CSV. Еще раз, я открываю его не двойным щелчком в Excel, чтобы не было никаких в этом плане недоразумений, а именно блокнотом, вот таким вот образом. И если здесь включен в настройках перенос по словам, я его отключаю, чтобы было видно. Это такие отдельные длинные строчки. Хорошо, а теперь обсудим, собственно, что это за формат. Ну, на самом деле формат CSV получил свое название от английских сокращений. Comma Separated Values, то есть значение, разделенное запятыми. Это текстовый формат, который изначально был предназначен для представления информации табличного вида. И он имеет строгую достаточно спецификацию, которая описана уже давным-давно. Во-первых, в формате CSV каждая строка – это одна строчка таблицы. То есть это, в общем-то, понятно. У нас, когда перенос я отключил в блокноте, стало очевидным. Да, это строчка для данных таблицы тоже в виде одной строки. Второй момент – разделитель колонок, столбцов, символ запятых. Ну, потому что Comma Separated, запятая, разделитель. И, наконец, еще одна вещь. У нас символы запятых также могут встречаться произвольно в текстовых названиях, в каких-то формулировках, фразах. И поэтому для того, чтобы не было недопонимания разночтений, подобные текстовые значения, выражения принято заключать в двойные капочки. Но вот это все у нас должно быть в теории. На практике уже давным-давно под файлами CSV-формата понимают немножко другое, расширенный вариант. То, что можно было назвать аббревиатурой DSV, то есть Delimited Separated Values, это, соответственно, значения, разделенные любыми разделителями, не обязательно запятой, а там, возможно, многие другие варианты. Кроме того, это значения, которые не обязательно ограничатся двойными кавычками, а могут иметь и другие ограничители, но чаще всего либо кавычка двойная, либо одинарный апостроф, но может быть и вообще без всяких подобных ограничителей. И, наконец, это могут быть файлы произвольной кодировки. Это особенно актуально, если речь идет о использовании кириллицы, потому что стандартный CSV-формат, он, в общем-то, может с ней в некоторых случаях немножко и не дружить. Ну, я рассчитываю на то, что у нас на компьютерах установлен полноценно русский язык, то есть здесь у меня в Windows есть, а программное обеспечение тоже русскоязычное, и тогда проблем с кириллицей, по идее, возникать не должно. Так вот, посмотрите на файл, который я открыл предварительно, файл сотрудники. В блокноте он как раз у меня имеет в чистом виде вот такой вот формат, как описано в спецификации. То есть каждая строчка – это одна строка большой таблицы, а дальше текстовое название в двойных кавычках, и отделяются значения друг от друга символами запятых. Ну, правда, если присмотреться к данным, то здесь у меня в основном присутствует текст. То есть это какие-то имейлы, названия городов, это должности сотрудников. Вот единственное первое у меня числовое значение, и все. Могло здесь быть, конечно, больше разнообразных данных, но это у меня второй примерчик, который я тоже продемонстрирую. Так вот, я бы хотел попробовать сейчас эти данные перенести в базу данных. Для этого, естественно, файл держать открыт не обязательно, я его закрою и переключусь в файл учебной базы данных. Это пустой файлик, в нем пока ничего нет, но я его открываю и, соответственно, в нем как раз буду выполнять все эти упражнения. По поводу безопасности, я думаю, без разницы, включать или не включать, если мы не планируем макросов, то это ни на что не скажется. Ну, давайте включу содержимое. Вот этот файлик базы данных. Значит, в этом файле пока пусто, но мне необходимо добраться до команд, которые выполняют импорт данных. Это в Microsoft Access у нас, соответственно, вот такая команда. Меню «Внешние данные», «Импорты связи», «Текстовый файл» или у кого англоязычная версия «External Data», «Import and Link», «Текст файл». Что я хочу сказать сразу по поводу команды данной операции. В Access у нас действительно заложены изначально расширенные возможности работать с CIS-файлами. То есть в качестве подобных файлов воспринимаются файлы самых разных форматов. И вы можете увидеть это, как только доберетесь до данной команды. У вас будет предлагаться в диалоговом окошке файлы, имеющие вот такие решения. «Текст файл», «ЦСВ файл», «ТАП файл», «АСЦ файл» и вот это все будет у нас там в списках доступно. Ну, что такое «ТАП файл»? Это часто расширение для файлов, у которых разделитель не запятая, а символ табуляции. «АСЦ файл» — это файл в кодировке ASCII, то есть в нем не могут использоваться символы каких-то сложных алфавитов и так далее. Но в целом это обычный тоже текстовый файл. «Текст файл» — то же самое, с произвольными разделителями. Ну а «ССВ», хотя и считается у нас разделителями по умолчанию запятыми, реально чаще это все-таки точки запятые. Почему? На русских настройках у нас запятая принято использовать как разделитель для целой и дробной части чисел, и поэтому точка запятая разделителя списков более характерна. Но у меня есть два варианта файликов, где мы можем сами это регулировать. То есть по большому счету «АСЦ» работает не с CSV-файлами, а вот с такими файлами, имеющими на выбор произвольные разделители. Вы сейчас сами это увидите в меню. Значит, я разверну тогда на весь экран «АСЦ». На вкладке «Внешние данные», «Импорт и связи», кнопочка «Текстовый файл». Обзором выбираю файл, который у меня хранит интересующие меня данные. Так, куда я это положил? К себе, вот в эту папку. Вот она, папка «Семинар», файлы для упражнений. Вот это вот файлик «Сотрудники». Обратите внимание, он мне показывает файлы вот таких вот расширений. «Тексты», «ССВ», «Тапа», «СЦ». Все это предлагает. Если бы я попробовал вместо этого нажать кнопочку «Импорт из Excel», ничего бы я в этой папке не видел вообще. Потому что, еще раз повторюсь, эти файлы к Excel никакого отношения не имеют. Это не тот формат. А значит, правильно, кнопочка «Текстовый файл». Так, еще раз по тому же адресу пройдусь. Вот оно, вот оно, пожалуйста. Что дальше? Дальше. Дальше вопрос, что мы собираемся делать с этими данными. Ну, я в этом семинаре планирую в основном только импортировать данные. Дело в том, что импорт предполагает получение копии информации с возможностью дополнительных преобразований, настроек. И все это в конечном итоге превращается в полноценную таблицу базы данных. Вариант создания связанной таблицы – это только ссылка, ярлычок на внешний файл без преобразования данных, без изменения их структуры, что, в общем-то, имеет гораздо меньше возможностей и не так гибко. Поэтому это тема отдельного разговора. Но вот сейчас я про импорт хочу. Значит, импортирую данные в новую таблицу. Окей. Следующий шаг мне показывает начало файлика, к которому я обращаюсь. В данном случае файл может быть большой, и при желании его можно пролистывать, смотреть, что там далее. Но у меня здесь буквально несколько строчек, и сразу видно характер этих данных. Значит, вот здесь, оказывается, кроме текста с разделителями, есть еще вариант текст фиксированной ширины. Но в нашем случае мы явно видим, что разделители присутствуют, и это как раз символы запятых. А вот теперь, когда я выбрал, что это текст с разделителями, и идут далее. Смотрите, какие варианты разделителей поддерживает стандартная программа. Значит, CES предлагает разделители символа табуляции, но здесь их не обнаружено. Точки с запятой тоже не попались. Запятые. И окей, у меня тут же все делится по столбикам. Но могли также быть разделителями пробелы. Что-то он их не обнаружил. Ну, ладно. И вот тут еще вариант другие разделители. Вы можете указать при желании любой значок, который будет разделительным. Правда, практика показывает, что какие-то экзотические значки, которые здесь подставляешь, часто не срабатывают. И на них не стоит вообще всерьез ориентироваться. Я попробую сейчас какой-нибудь значок, типа ampersand поставить здесь, или вот эту собачку, and, у нас разделит мне что-нибудь программа. Что-то как-то не очень. И она на это среагировала. В некоторых случаях, как видите, не работает. Поэтому здесь я этот эксперимент и не использую. У меня будет разделитель запятая. Вот это хорошо видно. Еще один момент. Ограничитель текста. Как я сказал, спецификация – это двойные кавычки. Но у нас могло не быть вообще никаких кавычек в тексте. Или мог быть символ апострофа. Но мы подстраиваемся под наш вариант, что эти кавычки, их не надо отображать. Это не относится к данному. Это именно ограничение начала-конца того или другого текстового значения. Вот этот вариант нас устраивает. И еще одна настройка. Первая строка содержит имена полей. Действительно, в этих файлах могли присутствовать заголовки. Они могут составлять одну только начальную строку. Но если их нет, то на следующем шаге дальше есть возможность дописать их вручную. Тут уже по факту. Здесь заголовки отсутствуют, поэтому я просто иду далее. А вот как раз на этом шаге я и могу сам подписать, какие будут у нас заголовки в каждом столбце. Либо их названия будут предлагаться стандартные, типовые. Поле 1, поле 2 и так далее. И тут выделяешь столбик и подписываешь пояснительный текст. Это у меня код. Например, некий ID. Это явно фамилия. Это имя. Здесь есть одна оговорка. Microsoft Access в качестве имен полей не использует некоторые символы, типа точки, восклицательного знака. Рекомендуется вообще воздержаться от любых значков и даже нежелательно пробелы. Хотя они и возможны. Но поэтому я здесь имена делаю попроще. Это у меня что? Должность. Это, соответственно, какой-то телефон. Судя по всему, это электронная почта. Да, как бы это назвать. Ну, давайте вот так. Эл почта. Без всяких пробелов. Так, лучше, наверное. Это поле «Город». Но я еще один момент упустил из вида. Когда вы выделяете по отдельности каждый столбец, дополнительная настройка есть. Какого типа эти данные. И вы можете уточнять их характер, потому что программа не всегда определяет это автоматически корректным образом. Например, код мне предлагают сделать длинным целым. С этим я согласен. Потому что это действительно целое число бездробной части. А вот если бы мне программа решила, что это у меня какой-то сплавающий точка и значение, я бы, наверное, это подправил, подкорректировал. Длинное целое годится. По поводу настройки «Индекс» могу сказать, что это используют в некоторых случаях, если вы знаете, что в этом столбце хранятся коды, по ним постоянно происходит массовая обработка данных, либо вы говорите, что это уникальный какой-то показатель. Но, в общем-то, можно на это не обращать внимания на первых порах, потом в базе данных это настраивать позже. И еще интересная штука. Можно отдельные столбцы пропускать и не импортировать. Если у вас колонок много, но вам часть информации не актуальна, будет в базе данных, зачем загружать весь объем, а потом лишнее удалять? Это будет долго и будет тратиться время, ресурсы. А мы можем сразу пропускать это прямо в процессе. Я сейчас не буду ничего пропускать, хочу загрузить все, но действительно элементарно это делается. Где-то включили, где-то не включили такую галочку. Хорошо. Далее, следующий шаг. Далее, на следующем шаге задается вопрос, который касается именно баз данных. Реаляционных базах данных, к которым относится у нас и Microsoft Access, в таблицах обычно всегда присутствует такая вещь, как первичный ключ. То есть это уникальный идентификатор, какой-то код, который можно определить на основании имеющихся исходных данных. выбрать из списка здесь какое-то поле и сказать, что это у меня уникальный показатель. Можно временно не создавать и оставить это на потом, на ручные действия, либо создать новый какой-то автоматический код, вот таким вот образом выбрав вариант автоматически создать ключ. Здесь у меня данных немного. Я явным образом вижу, что у меня в первой колоночке уникальные значения. Я их определю как ключ. Но сразу оговорюсь, если таблица на много тысяч строк, и вы не знаете, какие там встречаются дальше данные, и не обратили внимания, а там действительно где-то присутствуют дубликаты, программа вам просто эту настройку не даст на последнем шаге сохранить. То есть у вас в конечном итоге ключ не будет создан, но данные загрузятся, скопируются, если не будет других проблем и ошибок. Хорошо. А вот дальше я так подозреваю, что у меня на следующем шаге возможно будет какая-то ошибка. Поэтому если кто-то до этого места дошел, можете даже меня здесь подождать. Я иду далее. Это уже последний шаг. Мне предлагают сформировать новую таблицу. Вот такое ей название по умолчанию рекомендуется. Но название предлагается по умолчанию соответствующее имени исходного файла. Да, окей, нажимаю кнопочку «Готово». И вот тут выскочили сообщения о том, что у меня есть проблемы в описании спецификации текстового файла. Почему? А потому что у нас на компьютере, у меня как минимум на компьютере, настройки, в которых сказано, что запятая – это не только разделитель столбцов нашего списка, но это еще и разделитель для целой дробной части числовых значений. Казалось бы, у меня их в исходном файле нет. Но программа все равно ждет уточнений каких-то настроек. Поэтому я вернусь на предыдущий шаг, потому что импорт не выполнен, и я здесь на этом шаге застрял, не могу выполнить действие «Готово». Только «Назад» или «Отмена». Значит, «Назад» и кнопочка «Дополнительная». Вот эта кнопка «Дополнительная». Ее можно было еще и на предыдущих шагах уже попробовать нажать и посмотреть, что там. Но вот я только сейчас дозрел до ее необходимости. Нажимая на эту кнопку «Дополнительная», смотрите, вот какие параметры здесь важно уточнить. Текст с разделителями, разделитель, запятая, или, видите, тут варианты табуляции, пробел, прочее. Ограничитель текста, двойные кавычки, все верно. Но надо еще уточнить язык и кодовую страницу. Бывает так, что программа не понимает кириллицу. И в этом случае у вас там может отображаться непонятно что, но здесь вот кроме кириллица он, правда, ничего не показывает. Очень здорово. Дальше. Формат даты необходимо уточнить. Потому что у кого-то настройки день, месяц, год, а у кого-то бывают и варианты самые экзотические. То есть дата описывается через год, месяц, день, причем не через точку, а через какой-нибудь дефис и так далее и тому подобное. Вот эти моменты уточняю. Ну, у меня даты, если были бы, были бы написаны через точки. А еще десятичный разделитель. Вот эта настройка вызвала конфликт. Вообще-то, если у меня разделитель полей запятая, то десятичный разделитель в этом случае должен быть какой-то другой. Но обычно точка. А тогда с датами будет конфликт. Здесь тоже точка. Но тогда с датами в этом случае, как правило, обратный прямой слэш. Чаще всего. Вот это характерно для американских каких-то настроек, где у нас задаются разделители различных типов данных в самом Windows. То есть я сейчас туда не полезу, но это, соответственно, панели управления в настройках языка региональной стандарты. Вот эти настройки там, в принципе, прописаны. Если ваши настройки на вашем компьютере отличаются от тех, которые в исходном файле, то, естественно, вот эту спецификацию необходимо подкорректировать, подправить. И вот теперь, еще раз повторюсь, я изменил две настройки. Разделитель даты слэш, разделитель десятичный, точка вместо запятой. По идее, импорт должен завершиться успешно. Далее. Готово. Программа мне говорит, все отлично, все здорово. И тут же задают вопрос, не хотите ли сохранить шаги импорта, которые мы сейчас выполняем. Это как раз очень удобное средство малой автоматизации, которое появилось впервые в 2007 версии Microsoft Access. Если вам требуется импортировать повторно тот же самый файл, чтобы не выполнять опять все эти настройки, не вспоминать, где вы какую-то запятую изменили на точку или наоборот, можно это сохранить, если успешный импорт произошел, то в следующий раз его повторить будет делом техники. Я соглашусь на этот вариант, сохранить шаги импорта, сохранить импорт. Вот с таким названием. Ладно, хорошо. Ну и результат. Таблица, сотрудники. И вот, пожалуйста, ее содержимое. Ничего не пропало, все на месте, у меня нормально загрузилось. А если перейти в базе данных Access в режим конструктора, то можно еще увидеть, что у меня отметочка ключ на первом поле сохранилась. Это тоже не вызвало ошибок. Он меня проверил, убедился, что здесь нет дубликатов, и это можно сделать ключом. Если мне потребовалось заново выполнить этот импорт, продемонстрирую, я эту таблицу удалю, как будто ее и не было. И теперь я могу выполнить это таким образом. На вкладке «Внешние данные» самая первая кнопочка «Сохраненная операция импорта». В этом файле я выполнял импорт успешно и сохранил сценарий работы. Теперь к нему обратиться делать техники. Вот я его запускаю на повторное выполнение. Он мне молча, без всяких вопросов, повторяет все то же самое. И показывает аналогичный результат. Ну а если в том файле, откуда мы берем данные, информация обновилась, то, естественно, будут другие здесь сведения, другие данные, но структура их, скорее всего, будет такая же, поэтому импорт произойдет без проблем. Вот это вот первый примерчик. В принципе, достаточно удачно, успешно все импортировалось. Оставлю это. Ну а второй файл я попытаюсь импортировать уже вот такого плана. У меня есть данные недели 1, 2, 3, 4. Любой из этих файлов, если открыть, ну давайте первый открою, то в нем я могу в блокноте увидеть данные, разделенные точкой запятой. Вот это более характерно у нас для информации в настройках для кириллицы. Даты разделитель точку имеет. Ну а вот у меня здесь число дробной части, имеющиеся дробной части. Вот здесь символ запятой разделителя. Вот этот вот файлик еще имеет первую строку заголовка, и поэтому там при импорте будет дополнительная настройка, надо уточнить. Попытаюсь импортировать это дело. Значит, что я делаю? Я запускаю опять импорт, но не из Excel, а из текстового файла. Неделя 1 выбираю файл CSV. Импорт в новую таблицу. Окей. И вот с самого начала уже, пожалуйста, небольшая проблема. Программа почему-то не определила, что там кириллица. Хотя я только что открывал, было окно «Ти и видео» с кириллицей, и у меня все в порядке. Вот с самого начала можно уже нажимать кнопочку «Дополнительно» и уточнять. Нет, это не вьетнамский язык. Почему вьетнамский, не знаю. Это кириллица, причем я точно знаю, это кириллица Windows. Кстати, если не знаете точно, какая именно кодировка кириллица, некоторые используют кириллица «Автовыбор», но с переменным успехом срабатывает, и поэтому лучше поэкспериментировать. Попробовали кириллицу Windows, не прошло, но тогда какой-то другой вид кодировки из перечня кириллица. И заодно сразу проверяю прочие настройки. Формат дат, какой у меня. Но это данные за первую неделю года, поэтому это число, месяц, год, то есть день, месяц, год вот такой. Разделитель, точка. Времени у меня нет, но для него обычно часы, минуты, секунды двоеточим разделяются. Разделение целой дробной части, символ запятой, разделитель полей, точка с запятой. Вроде бы все в порядке, я думаю, что сюда, если что, я опять загляну, но пока возражений нет. Я вижу теперь, что это текст с разделителями, читаются заголовки. Далее. А далее вот тут точка с запятой. Программа часто сама подхватывает, просто анализируя, что там за информация. Ограничителя текста здесь в конкретном случае нет. Первая строка, отмечаю, содержит имена палец. А затем далее, вот на этом шаге, смотрите, код заказа у меня видно даже по первым строчкам, не уникальный. Поэтому здесь индекс можно оставить, но допускающимися совпадениями. Пропускать какие-то столбцы я здесь не планирую. А вот уточнить их тип данных необходимо. Дата, правильно, тип даты и время. Страна, короткий текст. А вот код товара мне предлагают сделать длинное целое. Это будет ошибкой. У меня здесь значения, у которых начальные нули превратятся в числовые данные, и эти нули будут отброшены. А они мне нужны в виде значащих, таких символов. То есть это пример текстового значения. То есть это тот самый короткий текст или текстовый тип, который здесь есть в списке. Ну а с ценой вариант такой. Либо оставить это число с плавающей точкой, то есть дробная величина. Либо, если мы знаем, что это денежная какая-то величина валюты, так и указать тип денежный. Разница будет только в том, что для денежного типа по умолчанию будет предлагаться формат с валютой. Но это настройка, которая потом отдельно меняется, задается. Хорошо. Количество. Длинное целое оставляю. Далее. Дополнительный код автоматически создать или не создать. Ну пускай будет. То есть хуже от него никому не станет. То есть можно оставить. И далее. Неделя. Нет, я назову это как-то не неделя, а один. У меня там и есть неделя два, неделя три. Это данные. То есть, ну там, не знаю, все данные назову так. Или данные за все недели. Пусть такое название получается. Готово. Успешный результат. Пока никакие шаги импорта не сохраняю. И сейчас объясню почему. Дело в том, что у меня сформировался вот такой вот список, в котором я подгрузил данные из одного файлика. Но это файл с информацией за одну неделю. У меня еженедельно появляются продолжения. Новые файлы с аналогичными, похожими названиями. Совершенно точно такой же структурой. Вот. Заголовок и прочие данные. Но информация здесь у меня, естественно, отличается. То есть другие даты, другие там цифры, показатели и так далее. Мне бы хотелось это загружать в базу данных для анализа совместного. То есть за две недели, за три, да хоть за весь год. И поэтому я хочу импортировать данные в ту же самую таблицу. Вот Access такую возможность предоставляет. И это уже можно говорить о некой малой автоматизации. Импорт данных с добавлением в существующую таблицу в Access возможен. Но с одной оговоркой. Во-первых, это действительно работает для файлов текстового формата, для файлов CSV. Только в том случае, если, во-первых, в файле присутствует строка заголовка. Нету строчки с заголовками, вряд ли что-то получится. И второй момент. Если эти заголовки найдут себе пару в нашей таблице базы данных. А поэтому, когда я импортирую сейчас данные по неделям, я вот эти названия не трогал, не менял. Так как во втором файле, в третьем точно такие же заглавия присутствуют. И программа догадается их совместить и восполнить этот список. Вот из первого файла я загрузил 19 строк. Будет продолжение идти дальше, если я попытаюсь сейчас сделать импорт с добавлением. Это я запускаю опять ту же самую команду. Внешние данные, импорт, текстовый файл. Обзором иду, выбираю неделю-два CSV. И выбираю здесь вариант не импорт в отдельную новую таблицу, а импорт с добавлением. Добавить копию записи в конец таблицы, название которой я здесь подобрал. Вот это либо сработает, либо нет. Обычно, если хоть одно название из файла CSV не найдено в таблице нашей базы данных, программа просто говорит, не могу импортировать и все. То есть это нажимаю отмену, ищи вот эти вот несовпадающие заголовки. Если все найдут себе в соответствии такой же текст заголовка, тогда проблем никаких, все это сработает. Ладно, я пробую выбрать это действие, окей. Шаги примерно те же самые. Он мне задает вопрос вначале, что это. Я говорю, ну вообще-то это у меня кириллица должна быть. Где-то вот она, кириллица Windows. Окей. Есть такое. Далее. Первая строка с заголовками, да. Точка, запятые, разделители. И, собственно, дальше на следующем шаге мне уже задавать никаких дополнительных вопросов никто не будет. Потому что добавляется это в уже существующий файл, в существующую таблицу, где расписана структура каждой колоночки. Поэтому либо сработает, либо нет. Готово. Я говорю, все успешно, ошибок не было, отлично. И вот это я хочу даже сохранить. Сохранить шаги импорта. Импорт неделя-два. Красота. Сохранить. Зачем это? Ну а вдруг вторая неделя еще не закончилась, и я захочу повторить эти же действия. Смотрю теперь. Таблиц новых не появилось, но в этой таблице у меня список продолжился. Вот начиная дальше с 20-й строчки и так далее. Красота. На самом деле, что еще можно было здесь добавить? А можно было добавить вспомогательную информацию. Не только вот этот порядковый номер, какой-то код. Но и, например, дату, когда у меня произошла данная операция. Добавлялись эти данные сегодня или вчера и так далее. Это дополнительное вспомогательное поле, которому можно по умолчанию поставить значение даты времени текущей. И оно бы тогда тоже здесь работало. Но это уже к вопросу сервиса, удобства и тому подобное. Сейчас, так как я эти данные уже загрузил, у меня это будет проблематичнее сделать. Но можно удалить и заново, в конце концов, закачать, если что. А так без проблем. В конструкторе я могу добавить, если какое-то вспомогательное поле. Дата копирования или дата загрузки. Тип данных сделать дата и время. И чтобы это заполнялось само автоматически, поставить вот здесь значение по умолчанию, связанное с функцией now. Now – это то же самое, что в Excel – tdata, текущая дата, собственно, это дата с временем. Так как я все эксперименты делаю сегодня, то у меня будет отличаться хотя бы на несколько секунд, что это загружалось раньше, это загружалось позже в данном файлике. Естественно, раньше этого поля не было, поэтому оно останется для имеющихся данных пустым. Ну а для новой записи будет здесь информация присутствовать. Но я сделаю так. У меня изначально было до 19 строчки. Вот давайте я с 20 и далее информацию удалю. Сейчас. И просто попробую повторить импорт с добавлением. Этот столбец у меня дополнительный, и он должен сам автоматически запомниться. А импорт тем более там сохранен. Процесс уже автоматизации никакой особо не требует. Зашли. Импорт недели 2. Выполнили. Успешно. Закрыли. Открываю и смотрю. Вот он мне говорит, это было загружено. Дальше вот в такое-то время. Ну а на то, что здесь у меня нумерация сбилась, это можно не обращать внимания. То есть так себя в базах данных ведут коды-счетчики. Если мы с вами удаляем, добавляем данные, в них могут присутствовать пропуски. Это непорядковый номер. Хорошо. Ну вот это мы с вами видели, сейчас посмотрели. И получается, что у меня, собственно, сохранение операции импорта. Это относится как раз к автоматизации работы. Я могу вызывать это в любой момент, когда мне потребуется. Правда, есть одно небольшое но. Это у меня привязано к конкретному адресу и имени файла. То есть если я захочу повторить сейчас тот же самый импорт, у меня нету никаких признаков уникальности информации. Я могу просто загрузить дубликат. То есть если я еще раз сохраненную операцию импорта запущу, здесь он меня импорт с добавлением повторяет. И значит опять вторую неделю загрузят в ту же таблицу. Но это надо было уже смотреть по характеру данных. Если в данных есть уникальный признак, мы бы это отметили еще во время первоначального импорта. Сказали бы, что вот эта колоночка у нас не допускает совпадений. Тогда бы попытка добавить дубликат просто блокировалась бы саму систему. Но тут есть еще очень интересная вещь, о которой не все догадываются. Я сам для себя, помню, сделал открытие. Меня это очень сильно удивило. Дело в том, что у меня несколько файлов с аналогичными названиями, расположенные в какой-то папке. Если я хочу загрузить файл неделя три, узнаю, что адрес его такой же, структура точно такая же, оказывается это сделать очень просто. Я вот здесь щелкаю и меняю название, а если нужно и адрес файла. Единственное, что неудобно, то, что Microsoft здесь не сделал кнопочки «Обзор» для выбора этого файла каким-то более удобным способом. Поэтому бывает, что выбираешь этот файл где-то, копируешь вручную его адрес, вставляешь сюда название. В этом случае можно отправить, можно не править. Ну и смотрите, что будет, если я сейчас запущу выполнить. У меня сейчас, а, ну я уже не могу сейчас, там время-то прошло, я буду по времени видеть, что добавятся дополнительные данные. Выполнить, успешно импортировано. И что я вижу? В этом списке стало данных больше. И последняя порция данных 18.44, а предыдущая была 18.41. И если начать сравнивать, это другие даты. То есть это у меня другой файлик и больше там информации, то есть вот таким вот образом подгрузится. Как видите, без всяких макросов, без всякого программирования здесь это уже заложено в системе, надо этим только воспользоваться. А программирование здесь можно было свести к тому, что я рисую какую-то большую кнопку, которая это мне делает не из стандартного меню, а из моего собственного диалогового окна. Но в целом практически все уже готово. Ну и наконец, четвертый файлик у меня был аналогичный, неделя 4. И для него это элементарно можно повторить. Сохраненные операции импорта. Зная адрес и имя файла, я это вручную здесь корректирую. Название не принципиально, можно было бы и не трогать. Запускаю выполнить. Мне говорят, все успешно импортировано. Смотрю. И пожалуйста, в этой таблице в конце у меня подгрузились еще новые данные. Но вот эта вот дата временной загрузки, она, конечно, хорошая ориентира, чтобы было понятно, что это было скопировано раньше или позже. Вот это теперь присутствует. Все, таблица готова. Появятся у меня данные за следующую неделю. Точно так же их элементарно сюда подкачать. И потом уже с этим общим совместным списком можно работать здесь. А так как база данных вмещает в себя информацию достаточно большое количество по строкам, то есть тут и миллионы, и два строка может спокойно обрабатываться, да, в этом есть смысл. Ну вот, собственно, это мне хотелось вам сегодня показать. Вещи достаточно несложные. Но это то, что мы обсуждаем на наших курсах по базам данных Microsoft Access. Причем, как это сделать вручную, вы видели, как это немножко усовершенствовать и автоматизировать. Это уже иногда хочется сделать более наглядно, с какими-то макросами. Но можно пользоваться и вот таким стандартным вариантом. Напомню, с вами был Завьялов Антей. Я жду вас с вашими вопросами, какими-то, если они у вас возникнут на наших семинарах и на наших курсах в Центре специалистов. Ну и, в общем-то, если будут какие-то идеи, пожелания, то пишите мне на электронную почту. Пожалуйста, всегда готов пообщаться. В принципе, тема для новых семинаров, если какие-то любопытные у вас интересные возникают, тоже всегда это приветствую. Ну что ж, спасибо за внимание. Надеюсь, что вам весь этот материал интересным, полезным, пригодится где-нибудь в практике.